Человек высокого ума, борец за справедливость, выдающийся представитель крымско-татарского народа. Именно так сегодня о Юрии Османове отзываются его друзья. Сын крымского татарина и белорусский, стоял на защите прав депортированных, при этом жизнь своего народа видел в российских реалиях. Как отмечают представители организации «Крымские татары. Крым. Россия», среди народа нет такой личности, которая могла бы сравниться с этим человеком в деле организации возвращения их на полуостров. В 1989 году Юрий Османов включен в Госкомиссию Верховного Совета СССР по проблеме крымско-татарского народа. Им был написан проект «Декларация о преступности и противоправности государственных актов против народов, оказавшихся жертвой депортации». Юрий Бикирович Османов непосредственно участвовал в Верховном Совете, комиссии Верховного Совета СССР, где основную, ключевую роль сыграл выработки, выводы и предложения, документы готовили по проблемам крымско-татарского народа. И благодаря этому мы ее провели через все комиссии и комитеты Верховного Совета СССР. И на пленарном заседании этот документ был принят. Мы считаем, что это судьбоносный документ для всего крымско-татарского народа. В 93-м году убит в Симферополе, как показало следствие во время ограбления. Но те, кто его знал, уверены, такое заключение ложное. Красть у него было нечего, а те люди, которых обвинили в преступлении на самом деле, никакого отношения к этому не имеют. При Украине пытались возобновить расследование, но дело успехом не увенчалось. Его в Крыму притормозили. Сегодня участники организации объявили о второй попытке. Организация «Крымские татары. Крым. Россия» инициирует обращение к органам власти Российской Федерации, Республике Крым, правоохранителям и силовым структурам о возобновлении расследования убийства Юрия Османова. Преступники должны быть наказаны. И крымский татарский народ, он должен знать своих героев, должен знать злодеев. Организация «Крымские татары. Крым. Россия» берутся за восстановление доброго имени Юрия Османова. Для них непонятно, почему память об этом человеке уходит в небытие. В будущем планируют проводить круглые столы, конференции и мероприятия, посвященные лидеру Крымско-татарского национального движения. Также 19 января этого года организация выступила с инициативой иска в Верховный суд Российской Федерации об отмене указа Президиума Верховного Совета СССР о передаче Крыма в состав Украины. По мнению общественников, была грубым образом нарушена Конституция и права жителей Крыма. Дело принято к рассмотрению.